дорогие друзья всем здравия тела и ясности ума сегодня вечером по таиланду я вышел в эфир для того чтобы сказать несколько слов в ответ на те комментарии которые так или иначе содержат один и тот же вопрос вопрос задан в разных вариациях но смысл этого вопрос всегда примерно один и тот же будет можно ли что-то сделать с душой некоторые пишут некоторые пишут комментарии что вот это чудо защита она блокирует возможность выхода души из тела кто-то пишет что различные чудо защита уничтожают душу кто-то пишет по поводу того что душа страдает кто-то пишет по поводу еще чего-то душа дорогие друзья она имеет одну единственную функцию эта функция наблюдения и у души есть некое свойство это свойство безусловной любви свойство безусловной любви это то что называется спокойная улыбка годы когда мы любим что-либо без какой бы то ни было зависимости безо всяких условий это называется безусловная вселенская любовь так вот отвечая на вопрос с душой сделать ничего невозможно это нерушимое я напомню и во многих других видео я неоднократно говорил следующее повторю это и сейчас святый дух отождествленные с телесно-умственным аппаратом и облаченный в монаду является индивидуальностью облаченные соответственно интегрированные с телесно-умственным аппаратом отождествленные являются душой это не совсем персональная не в том смысле персональная в котором люди находясь вот в этих физических телах это не та концепция которой люди привыкли душа не может не страдать не плакать не еще каких бы то ни было эмоциональных действий совершать душа является святым духом отождествленным с телесно-умственным аппаратом дух наблюдает индивидуальность наблюдает индивидуальность проходит различные воплощения в разных телах и не только в человеческих и набирает свой опыт который складывается в некую торбочку я это называю торбочкой ну это можно назвать как угодно чемоданчиком и из инкарнации в инкарнацию вне зависимости от того в каких телесных форм факторах происходит очередное воплощение вне зависимости от того в каком пространственно-временном кластере это происходит внизу это само собой подразумевает что эти воплощения происходит не только на этой игровой площадке под названием земля и человечество дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание поэтому дорогие друзья с душой ничего сделать невозможно со святым духом с не проявлено сделать ничего невозможно с телом можно сделать все что угодно но что такое тело тело это всего лишь то устройство биологическое при помощи которого мы с вами путешествуем в этом пространственно-временном месте в игре мы с вами находимся в игре тело является тем самым устройством при помощи которого мы путешествуем в этом мире и совершаем какие бы то ни было действия душа есть нерушимое святый дух или непроявленный листок сущего кури в своей интеграции со всем материально проявленным является духом или душой ну мы люди называем эту душу его невозможно никак не уничтожить не трансформировать не что-либо с этим сделать это нерушимое а с нерушимым вне времени и пространство и с не имеющим имени что можно сделать никак сын не может родить отца понимаете и вот это конечно пример не очень не очень отражающий истину но для многих людей я думаю вполне понимаю дорогие друзья много раз говорил по поводу чудо защита повторюсь еще раз собственно на те сообщения которые сейчас у нас в средствах массовой информации распространяются в разных странах у нас везде говорят в большинстве стран говорят следующее что количество заболевших увеличивается но второй волны как бы нет как бы нет а количество больных увеличивается это противоречащие друг другу сообщения если в россию в россии сказано каждый день увеличивается там на пять тысяч человек заболевших примерно и постоянно средства массовой информации рассказывают о том что вот такие то власти в таком-то городе там не видят причин объявлять вторую волну объявлять карантин дорогие друзья давным-давно уже прислушивая прислушиваться средства массовой информации нужно с пониманием прямо наоборот то есть если вам что-то говорят принимайте это изначально за ложь поскольку поскольку это ложью по сути своей и является вот слышите что говорят вот так включайте свое сердце вы все поймете прекрасно это немножечко ботвы для того чтобы рабы покушали этой ботвы и немножечко лапши ну сейчас уже особо-то и не стараются как-то приготовить эту лапшу чтобы она повкуснее была и ботву тоже уже даже не никак не обрабатывают просто вот с грядки взяли и в рты так сказать запихивают рабам но так или иначе человек который просыпается сбрасывает с себя рабские оковы оковы у нас есть денег я эту историю давным-давно рассказывал про демона по имени крат который придумал в свое время демократию так называемую еще во времена древнего Египта это все случилось поэтому еще раз скажу всем тем кто спрашивает относительно и беспокоится за свою душу или за душу там кого-то не было еще душа есть нерушимая ничего невозможно с ней сделать никак невозможно на нее повлиять она не плачет она не смеется она существует как нерушимая проявляет свою функцию функцию наблюдателя так было так есть так будет и это невозможно никак изменить вот всяческие россказни людей в тюрбанах в разных риасах разных ортодоксальных религий это проповедники разные всякие маленьких секты больших которые являются обычными ортодоксальными религиями вот у них там с душой очень интересные словоблудия случаются точно так же как они придумали рай придумали ад потом придумали адские муки и райские кущи все это предназначено исключительно для того чтобы порабощать еще более централизованно для того чтобы оморочить человека еще более глубоко внутри каждого из нас есть святый дух и оно одно на все сущее и не только на человеческий род оно на атомарном уровне содержится во всем веществе вселенной поэтому мы все есть одно оно да мы разделены телами телесно-умственными аппаратами откуда как вы думаете в разных религиях все вот эти вот слова относительно того что все есть сущее откуда молебны которые произносятся на еду которые вы потребляете почему эту молитву произносят на самом деле молитва на еду очень простая сегодня я потребляю в пищу тело твоего завтра по космическим меркам сто лет это завтра практически я стану уйду в землю стану растениям растения съедят дети твои потомки и все возвращается на круги своя как у экклезиаста в первой главе это написано все очень понятно все возвращается на круги и понимать это надо буквально до слова мы состоим из элементов этой планеты это планета по сути является нашей матерью как я уже много раз говорил невозможно любить ногу матери а руку не любить но сидите вы на ноге а вот мать то расчертили сказали это граница вот здесь русские живут здесь украинцы здесь американцы здесь немцы здесь французы и так далее разделили по языковому признаку для того чтобы разделить и властвовать а иначе игры не будет не будет интереса но смысл думаю понятен каждым если бы все люди говорили на одном языке а когда-то очень 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 давно именно так и было очень сложно заставлять одних людей убивать других без патриотизма без национализма без каких бы то ни было привязок к локализации невозможно заставить одних людей убивать других поэтому нужно разделить этих людей сказать им что вы лучше чем те которые с другой стороны реки живут те плохие а вы то есть мы хорошие вот мы хорошие потому то потому то и потому то например потому что у нас вот вероисповедание вот такое а там вот за рекой там с другим вероисповеданием живут их надо уничтожить потому что они еретики или как их так называют ну неважно разные слова придумывают для того чтобы оморочить одних и заставить их убивать и вот это вот классовая расовая и все прочие остальные ненависти являются прекрасным инструментом для тех кого люди называют пастухами но пастухи и сами на ненечках ими тоже управляют душа или святый дух находится во всех объектах в том числе и в тех которых вы ненавидите ну по тем или иным причинам на текущий момент времени люди много кого ненавидят по разным совершенно причинам но все эти причины саморефлексичны и эгоцентричны потому что ненависть рождается только в уме дух не может породить ненависть дух находится в состоянии безусловной любви а ум порождает ненависть и именно поэтому дуальность которую мы с вами наблюдаем она с одной стороны духовно а с другой стороны материально сражение происходит между умом и духом даже это не сражение это необходимое одно необходимо дополняет другое в этом случае в сознании рождается та самая площадка в которой есть противостояние как две стороны шахматной доски как черные вот эта игра происходит внутри каждого вот что собственно хотелось сказать и то что было сказано в сегодняшний вечер за сим всех вас целую обнимаю до новых встреч до новых эфиров дорогие друзья пока здравие тела и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание